Девушки отдыхают Мастер стоит здесь, размер, берет ручка и рисует, рисует дальше, сама вот это что она рисует 2 мм, потом берет и смотрит куда попал не попал, просто выберите линейку, поставьте вот здесь, например, если у нас нужно 20 см, делаем 20 плюс 5 мм, потому что розик сам стоит 25 мм, вот это, если весь день будешь работать, это дает большой плюс, потому что если рисуешь, рисуешь потом, и там не будет совсем точь-точь, когда здесь кипер толстая, надо посильнее, максимально сильнее, я видел несколько раз, люди просто берут и вот так и делают, и потом постарают ломать, так не получают, потому что кипер толстая, а ей надо максимально, ролик, колесо здесь, он тоже идет поглубоко, резет, а на глаза это не видно, просто он там очень большой роль играет, если вы нажимаете чуть-чуть, он результат не будет, а здесь надо по максимально силе, а если человек тяжелый, это лучше будет, не вкушать, хорошо покушать, надо приложить все усилия, весь свой мистер и стильный ролик, надо хорошо принести, держаться нужно двумя руками, и почему на инструменте сигма получает на такой толщина, потому что здесь вот эта коренька, здесь есть рычаг, по-русски правильно, вот так, рычаг, если я здесь начинаю, примерно здесь начинаю 50 кг, а она на ролике идет 70 кг, а здесь поставим еще оба рука, потому что если только здесь, я могу, поднимаю вот это, оба руки и по максимально вес человек, и не надо быстро-быстро, надо медленно, потому что мы даем время ролик, что идет поглубоко, поехали. Когда резим, если начинаем, толкаем туда и сюда, возможно, у нас рез играет почти миллиметр, но это миллиметр совсем мало, просто если я вот так и делаю, надо, что один вес вот так поставщик не идет направо-надежно. Экономизм люфтит получается, правильно? Не, он не люфтит, не люфтит, просто вот этот сам присос, и возможно, там чуть-чуть. А, там подвижка идет, туда-сюда. Человек дает туда-сюда и возможно вот это. Здесь люфт нет, просто миллиметр, это не играет, просто меньше миллиметра и легко. И стол должен был ровно, потому что если стол будет ямом, куда-нибудь и резко, возможно, получать так дугой чуть-чуть. Вот почему стол должен был максимально ровно. Не важно, он уровень, либо не уровень, самый большой, он был ровно. Сейчас идем дальше. Я сейчас резю и сейчас буду ломаю. И сколько раз, ну не сколько раз, почти всегда, я сейчас делаю, беру сейчас плитку иду сюда и начинаю иду так вниз. Это очень опасно первыми. Потому что если плитка не будет сломать как надо, она куда-то сломает лёхо, может кусочку падать на ноги. Я вижу здесь, ну в России, можно так сказать, много работает тапкой, что это неправильно. Еще очень важно, чтобы перчатки были кожаные и не другие перчатки. Потому что здесь считают как стекло. Но не совсем просто бывает такой момент, что он резит руки. Если будет такой перчатки как резинка, они не очень помогают. Сейчас как мы будем это ломать, что у нас 100% получает результат. Ну тоже там возможно. Просто если я буду делать вот так, у меня будет 50 на 50 получает, либо не получает. А если я буду делать сейчас, как я объясняю, у меня будет 90 чем, что получает. Ну там будет процент маленький, что не получает. Просто разница очень большая, 50 на 50, либо 95 на 5. Сейчас есть такая штука, я сам это придумал. Ну а это Сигма продает. Это нужно, когда мы резим с болгаркой, поставим вот эту штуку. Берем вот эту, резим посередине дна. У нас получает на это два разных уровня. Примерно вот это здесь получает 5 миллиметров. Если я поставлю вот это здесь, у меня вот это получает 5 миллиметров. Если беру другая, получает 3 миллиметра. Это очень важно, потому что если мне надо ломать сейчас вот это, я делаю здесь около 5 миллиметров, потому что плитка толстая. И у нас нужно делать перепад. Потому что когда мы ломаем плитку, у нас дают вот так. Если мы держим вот это ровно и хотим ломаем, она не получает. Возможно куда там идет направо, либо налево. Либо вот на этот эффект. Вот так, как люди делают обычную, тоже это нехорошо. Вот эта высота очень важна, потому что если больше, плёха. Если меньше, опять плёха. Не пойдет. Еще один момент, когда мы толкаем плитку направо-налево, через несколько времени, человек чувствует, что плитка уже нормальная. А он начинает поднимать направо-налево. И он услобеет плитку вот так. Возможно она потом бах сломает на один момент. Надо всегда осторожно, как яйца можно так сказать. Трогаем аккуратно. Толкаем. Хороший срок. Правильно. Да, жизненно. Сейчас идем. Нет. Спасибо за причину. Почти за причину. Очень важно также перед началом работ тщательно протирать плиту мокрой тряпкой, чтобы удалить все сгрязнения, всю пыль. Для того, чтобы впоследствии можно было бы спокойно использовать присоски, и не было бы риска, что они в какой-то момент отсоединятся. Снизу. Да, это очень важно тоже. Потому что если здесь стоит пыль, то присоска не берет. Вот это колесо, вот это сейчас алмазное, что я резал, он тоже будет легко резать. Пыль ему сильно мешает. Да. И когда мы работаем на это, то тоже был птищий. Ничего, что он не посередине. И свет должен был хорошо. Потому что здесь тоже чувствуем шума и видят хорошо. А если у нас будет свет мало и шумит, мы не будем понятно. Ребята, здесь еще лучше, что работает один человек. Потому что если будет два человек, три человека, по-разе он не будет чувствовать. По-разе будет работать и может что-то результат не получает. По-разе будет в такой жеvue. Я смогу гонить или что-ли, не буду пенять. Я не могу тебя загляю. По-разе будет понятно. Наверное с этого не могло быbal быхать уши. В чем-то находится. Немного подвесения, привлекаем. Убери руки. Я бы лучше подержал. Не, не, я так не чувствую. Не убери совсем. Вообще убери. Мы же виноваты. Альян столь тихо и столь бережно относится к плите. Потому что до этого так не резал. Нужно все равно закладывать какое-то время, чтобы ознакомиться с плитой. Немного приноровиться. Попробуй другую сторону. Похоже, я не нажимал сильно, потому что она тоже уже сломает. По идее, должно быть. Я по тому и держу. Да пока хорош, давай с другой стороны. Сейчас Альян производит резку. Реальто. Формат 120, там 240. Попробуй другую сторону. Попробуй другую сторону. Сейчас мы обязательно на другую сторону. Керамический гранит. Такого формата и в целом керамический гранит обжигается при температуре 1220 градусов Цельсия. И это действительно очень высокая температура для того, чтобы материал был достаточно плотный и достаточно резистентный. Керамический гранит имеет уровень водопоглощения. Около 0,05%. По сути, это водонепроницаемый материал. И вы можете понять, что он настолько же прочен. Есть феномен химический, который называется краевикацией. Во время обжига происходит некий феномен, который называется краевикацией. Если вы смотрите сейчас, если хотите понять, качество или не качество, мы эта плитка не резали, мы ломали. И смотрите, какая она ровная. Если не смотрите ближе, она похожа, что резала на диск. Даже не на вот эту часть, а вот на верх. Друзья, только осторожно. Осторожно руки, потому что она как стекло. Видите, как она ласчет. Видите, как она сцепляет? Нет, это не видно, потому что сейчас я сделаю еще один дочек, а потом вы видите. На такой формате, пока плохо видно, но плитка, на самом деле, имеет крюгость, чуть-чуть гнито. Сейчас попробуем сделать еще на 5 см. Здесь очень долго на качестве материала. И, кстати говоря, о модуле упругости много рассказывает о том, насколько качественный материал. Потому что он, помимо того, что должен быть прочным и устойчивым, он еще и должен быть немножко гибким. На такой толщине, насколько у меня опыт есть, качество так никогда видел. Мастер на это, как по-русски есть такое слово, кайфует. Потому что очень хорошо. Ему будет такой результат, потому что он сам будет удивился. Вот, когда делает работу, он сам будет не будет уверить его глаза. Вот, мы режем сейчас, берем вот это. Сейчас сделаем так, зацирка делаем. И все, ничего надо больше трогать. Не надо шлифовать, не надо там дальше и дальше. Нужно ставить. Лучше Мейка, чем ломает Питка. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...